Аудзу биллэхи мин аш-шейтан р-радим. Бисмиллэхи р-рахмани р-рахим. Она не похожа на их жизнь в этом мире, в этом дуне. Даже как не похожа на их будущую жизнь в Ах-Ирате, на том свете. Это в соответствии с достоверным хадисом, которым пророк, алейсалям, сказал, пророки живы в своих могилах, они совершают молитвы. Так же, как пришло в Сахии Муслима от пророка, алейсалям, в ночь, когда я был вознесен, я проходил моему Мусу, алейсалям, возле Красного Холма, а он стоял и совершал молитву. Хорошо. Что же мы получаем от этого? Мы получаем от того, что из особенностей пророков, то, что для них существует жизнь, жизнь барзахия, как жизнь шахидов, и даже более совершенная, потому что пророк, бессомненно, лучший, чем шахид. Скажите, жизнь пророка, алейсалям, барзахия в могиле, какова ее связь с жизнью ум в этом мире, в мире дунея? Связь ее такова, каким образом Аллах связал ее. Аллах нас поставил в известность, что если кто-то поприветствует пророка, алейсалям, находясь на своем месте, то Аллах возвратил ему душу, чтобы тот смог ответить на приветствие. Однако пророк, алейсалям, не ест в этой жизни, и не пьет, не спит. Он не совершает в этой жизни то, что является особенностью жизни в этом мире, в этом дунея, потому что его жизнь после смерти связана с действием душ. А души пророков и души шахидов находятся в высочайшем рае, то есть в малае а'ла. И пророк, алейсалям, после смерти не указал никому, как выйти из трудного положения. Сколько бед, разногласий и даже сражений происходило между сахабами. Он не ходатайся, находясь в могиле перед Аллахом, ни за кого, чтобы тому было прощено. И аят из Курана, если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе, попросили прощения у Аллаха, если бы посланник попросил прощения за них. Ученые отнесли его в жизни. И мы свидетельствуем, что для пророка, алейсалям, утверждается жизнь в могиле. Однако эта жизнь является обусловленной жизнью Барзахия за преградой. Не владеет пророк, алейсалям, там ни для самого себя, ни тем более для кого-либо другого, ни благом, ни вредом. Он, алейсалям, сказал, как приказал ему Аллах, «Скажи, я не властен принести себе пользу и причини себе вред, если бы не пожелает Аллах. Если бы я знал сокровенное, то приумножил бы для себя добро, и злой не коснул бы меня. Однако я всего лишь предсерегающий вещеватель и добрый вестник для верующих людей».